В эти выходные экипаж сотрудников ГИКБДД, как обычно, заступил на службу. Но день начался с происшествия. Очевидцы рассказали, что уже несколько минут наблюдают за неадекватной белоснежной Хондой, которая явно нарушает правила дорожного движения. Про опасного водителя они уже сообщили в дежурную часть. Но Сергей Заливной и его напарник оказались действительно в нужном месте и в нужное время. Остановить автомобиль им удалось на улице Высоковольтной у дома номер 16. Увидели, как данный автомобиль поворачивает в арку данного дома. При повороте водитель немного замешкался, остановился. Мы в этот момент подъехали. Я сразу же вышел из служебной машины, подошел к водителю со стороны водительской двери. То есть водитель, увидев, что я к нему приближаюсь, заблокировал двери. Ну и, соответственно, попытался скрыться. Нажал на педаль газа. Автомобиль внезапно тронулся с места, при этом зацепив дверь у сотрудника ГАИ. На резке водителя грозный пассажир уехали недалеко. Машина врезалась в арку дома. К счастью, сотрудник полиции не получил серьезных травм. Вместе с напарником он извлек из автомобиля незадачливого водителя. От освидетельствования мужчина отказался. Против. Пройти. Медицинская связь. На состоянии алкогольного опьянения. Все правильно? Добро. Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. И запаха алкоголя изо рта, и речь невинятная, соответственно. Также под сидением автомобиля имелась бутылка водки. Выяснилось, что гражданин уже шесть раз привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. А также административная ответственность по статье 19.3 неповиновения законному требованию сотрудников полиции. Всего за прошедшие выходные были выявлены 24 подобных нарушения. При этом пять водителей нарушили закон неоднократно. Продолжение следует...